Погорел, где не ждали. Жулика-профессионала задержала столичная милиция. По всей видимости, парень зарабатывал исключительно на чужом горе. Хозяева добра, естественно, на подобные сделки не подписывались, да их согласия, в общем-то, никто и не спрашивал. Вот обратились жертвы в милицию с просьбой отыскать и личные вещи, и нахального афериста. В итоге задержали хулигана в течение двух часов, причем попался парень за то, что отобрал у девушки сумку. Но в ходе разбирательств выяснилось, что опыт в подобных делах у юноши весьма велик. А значит, и отвечать придется по всей строгости закона. Карина Пашкова продолжит. К поискам подозреваемого приступили после того, как 19-летняя девушка написала заявление в милицию. Пострадавшая сообщила, что на нее напал мужчина. В это время минчанка сидела на скамейке у общежития БГУ по проспекту Держинского. Парень вырвал у девушки сумку и бросился бежать. В итоге добычей злоумышленника стали личные вещи и деньги – около 250 денаминированных рублей. Девушка находилась рядом с сотрудниками милиции в тот момент, когда ей на телефон пришло сообщение посредством СМС-банкинга, что с ее похищенной банковской карточки пытаются снять денежные средства, а именно расплатиться ею в одном из супермаркетов столицы. На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники милиции, где и задержали подозреваемого. В ходе разбирательства казалось, что молодой человек имеет непосредственное отношение и еще к одному преступлению. В начале сентября в милицию с заявлением о краже велосипеда обратилась женщина. Благодаря камерам наблюдения, установленным в подъезде жилого дома, удалось получить кадры с изображением подозреваемого. И задержанный юноша, как две капли воды, похож на злоумышленника. Как пояснил сам подозреваемый, данный велосипед он украл, чтобы добраться до дома. Потерпевшей также оказалась женщина. Материальный ущерб составил 200 рублей образца 2009 года Национального банка Республики Беларусь. Похищенные имущества, а именно велосипед, были обнаружены при проведении обыска по месту жительства подозреваемого и возвращено владельцу. В тот вечер парень отдыхал в гостях у друга. Когда вернулись родители последнего, то попросту выставили юношу на улицу. Родственники были против этой дружбы, поскольку молодой человек уже давно был замечен за употреблением психотропов. Вот парень и решил доехать домой быстро и с ветерком. Потому и взял чужой велосипед. Несмотря на столь юный возраст, за плечами молодого человека уже есть судимость за имущественные преступления. А сейчас в отношении парня возбуждены еще два уголовных дела. За кражу и грабеж. Санкция последней статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Карина Пашкова, Иван Мартинович, Зона Х, Мин.